8 апреля в арт-галерее «Централь» состоялось торжественное открытие первой весенней выставки под названием «Пробуждение любви». Как получилось, что надо было сделать все очень быстро, но художники нам помогли, мы это чувствовали на каждом этапе нашей подготовки. Организовали распорядитель галереи «Централь» в виде представителя Международного конгресса промышленников и предпринимателей в Азиатско-Тихо-Анском регионе Евгений Александрович Русецкий с помощью творческого объединения «Не рыдая». Прямо сейчас хочется предоставить Евгению Александровичу под ваш аплодисменты слово. Прежде всего, хотел отметить и поблагодарить всех, как присутствующих в режиме «Сейчас принято оффлайн», кто нашел время и пришли на нашу выставку. Я думаю, что участие в этой выставке, познакомление с работами наших известных приморских художников и также молодых наших художников – это хорошее сочетание и оно даст всем нам хорошее весеннее настроение. Это первая весенняя выставка в арт-галерее «Централь» в этом году. Мы рады здесь увидеть наших гостей офлайн и онлайн. Это наш первый праздник «Спринг» и мы хотим, чтобы вы чувствуете атмосферу «Спринг». Также хотел приветствовать наших друзей, зарубежных друзей, которые присутствуют на этой выставке в режиме онлайн. Это, конечно, наши друзья из Сан-Диеда, из Ассоциации городов-побратимов, Сан-Диеда, Владивосток. Наши друзья из Республики Корея, из Усана и Ульсана. И также известный американский критик, о котором уже говорилось, но о нем чуть позже. Спасибо. 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 Организаторам, всем тем, кто вкладывает свои силы и стремление внести эту культуру, народ. И, Саша, вам отдельное спасибо и за приглашение. Спасибо. Спасибо. Его взгляд на эту выставку, на работы тех художников, которых он, я думаю, что лично хорошо знает, и мог бы что-то нам такое поведать, и чего мы, может быть, еще не знаем. Спасибо. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Чрезвычайно рад всех видеть. Люди неравнодушные к искусству. Это важно. Я всегда восхищаюсь людьми, которые собирают и коллекционируют произведения искусства. В основном это люди, как показывает практика, занятые, у них есть много других ответственных занятий. Тем не менее, когда речь касается их увлечения, коллекционирования, разговариваешь с ними, понимаешь, что это чрезвычайно светлые люди. И дело в том, что сейчас мы видим, что благодаря вот их увлечению мы можем видеть те произведения художников, которые уже ушли из жизни, которые мы уже, замечательных художников, мы уже не сможем увидеть, допустим, в собрании картинных галерей, в музейных собраниях. А сейчас мы видим просто жемчужины многих художников. Допустим, закат Шипека я увидел в первый раз. И Кирилл Иванович всегда чрезвычайно меня восхищал. Это был человек совершенно неординарный, ветеран войны. Он горел в танке, был ранен. Был председателем Союза художников здесь. Почетным гражданином города Владивосток. Он преподавал в Дальневосточном институте искусств. И умудрялся чрезвычайно много работать. Его были командировки вместе с Плотом, с Иваном Васильевичем и Ропачуком по всему Дальневому Востоку. Камчатка, Чукотка, Сахалин, Курилы. То есть все эти места были написаны Кириллом Ивановичем. И за счет этого была была совершенно восхищающая меня манера. И я хочу сказать, что как-то я увидел в Шанхае, в центре Шанхая, замечательный музей русского искусства, где были собрания таких мастеров, как Ио Гансона, оригиналы. То есть очень знаменитые мировые художники. И прямо витринная часть экспозиции была выложена вот такими маленькими этюдами. Этюды на отношения. Почему они такие маленькие? Потому что тут маленькие, с собой много нельзя было брать. И они делали вот такие небольшие этюды рабочие. Потом приезжали тогда в мастерскую, они создавали уже предприятие почвы. А здесь мы как раз видим, в чем ценность вот этих приобретений. Потому что мы видим написанную вживую на колене, прямо не в мастерской, а этюды. Это что касается Кирилла Ивановича. Можно много чрезвычайно о нем раздружно помнить. В истории приморской живописи это Виктор Федоров. То есть все художники чрезвычайно любили его. Он совершенно особенный человек. В отличие от Кирилла Ивановича, он не занимал постов председателя, не обучал. Но у него своеобразная была жизнь. Он в основную часть своей творческой деятельности проводил на побережье Приморья. Очень долгое время ездил и жил почти дикарем на острове Перес. И таким образом он, вот, интенсенция вот этой природы Приморской, и она у него трансфировалась, трансформировалась в образе женщины и горизонта. Человек чрезвычайно остроумный в общении. И его, эти образы, которые он создал, это была история, как бы, начала, ну, что у нас называлось, левым движением в искусстве Приморского края. Вот во многом благодаря этим художникам, которые здесь представлены, пусть не полностью, я думаю, что эта идея будет развиваться. Но сейчас мы видим уже представителей более молодого поколения, но это было более молодое поколение все равно базируется на школе Приморской живописи, которые создавали вот эти авторы, которых я перечислил. Значит, вот, произведение Ручинина, он недавно совершенно защитился дипломом прекрасным. И чрезвычайно интересный художник. Мы его выдвигаем на премию Союза художников и уверены, что это достойнейший художник. Я так понимаю, что он отмечен не только Союзом художников, но и американскими арт-кредитингами. А Костромина Дарья тоже совершенно недавно выпустился. Художник совершенно готовый со своим почерком, но во всех этих произведениях, я уверен, прочитывается Приморская школа живописи. Я уверен, что этот проект будет чрезвычайно интересен зрителям. Кроме этого, я чрезвычайно благодарен еще раз коллекционерам. И надеюсь, что такие проекты будут. Ну, я уверен, что в них огромный потенциал. И, в общем, самим хочется сделать такое. Все, спасибо. Добрый день, Евгений Александрович. Добрый день, участники выставки. Добрый день, уважаемые гости. Это выставка, пробуждение любви, пробуждение весны. И в преддверии современных событий, это пробуждение жизни. Это очень важно. Поэтому Андрей, вы очень приятно. Вот так, в городе Владивостока. Мы просили передать приветственный адрес. Поздравим вас с этой замечательной выставки наших приморских художников, как именитых, так и молодых. И всем участникам мы желаем приятного просмотра, общения. И бедных с мальчиком. Дорогие друзья, я хочу передать слово с почетной миссией руководителя аппарата Тумы города Владивостока, Андрей Игоревич. Уважаемые коллеги, у нас есть, присутствует в режиме онлайн известный американский кинокритик, арт-критик, Даррен Джонс. Большая разница во времени. Большое спасибо и благодарность, что он дождался. Наши длинные выступления все внимательно выслушал. И хотел бы ему предоставить слово, высказать свое мнение о работах художников, вообще об этом мероприятии, в котором вы вместе все участвовали. Поздравляю всех присутствующих на выставке с ее открытием. Сегодняшнее мероприятие во Владивостоке напоминает мне город Глазго в Шотландии, откуда я родом. В 80-х годах этот город стал центром современного искусства. В Глазго приезжали художники из разных столичных городов, например, из Лондона и Берлина, и создавали здесь свои полотна. И они очень похожи на те, что я вижу сегодня на вашей выставке. Глазго и Владивосток объединяют то, что это два промышленных города, окруженных красивыми природными пейзажами. И у этих городов есть своя национальная изюминка, своя история. И, конечно же, нельзя не сказать, что когда художники как будто одухотворены такой уникальной атмосферой города, то потом создаются работы, которые привлекают к себе внимание, культурные вложения, критику и интерес как внутри страны, так и за ее пределами. Даже сейчас я являюсь иностранным гостем, общаюсь с вами через Zoom, сам нахожусь в Америке. Я могу сказать, что у сегодняшней выставки есть продолжение. И, возможно, ваши художники смогут быстрее развиваться и будут организовывать больше выставок. И таким образом создавая историю и культурное наследие Владивостока и в целом Приморского края. Потому что именно через призму искусства можно проследить истинную связь с землей и людьми. Хочу сказать, что я очень впечатлен выставкой и искренне рад принять участие в торжественном открытии. В частности, хочу отметить значимость работ, которые вы сегодня видите. Дмитрия Лучинина, Софьи Чижовой и других художников. Поэтому спасибо большое еще раз за приглашение, за то, что сегодня была возможность быть с вами. И хотел, конечно же, предоставить слово тоже нашим коллегам Сан-Диеда, с которыми у нас хорошие партнерские творческие отношения. Хотел на выборы, кто первый выступит, Егора Флорест и господину Ферландо. Здравствуйте. И спасибо за приглашение. Позвольвляем вас с прекрасной художевственной выставкой. И пока на английский. Извините. Спасибо за приглашение меня участвовать в этой выставке, наблюдать за картинами. Не буду кратко. Еще раз спасибо. И, пожалуйста, я знаю, что еще кто-то хочет наверняка сказать несколько слов. Горданда, близко. Горданда, всем. Здравствуйте, всем. Я очень давно не говорил по-русски, но я буду стараться. Я очень люблю говорить по-русски. Евгений, большое спасибо за приглашение. Мне очень приятно слышать ваше мероприятие. Я здесь на телефоне. Вы меня послали. О, не видно. Извините. Вас слышно хорошо. Вы слышите меня? Да, слышим хорошо. Можете продолжать. Спасибо. Да, думаю, что не получилось. Ну, хорошо. Я на телефоне. Я тоже смотрю на то, что вы мне послали. Это очень красиво. Это на английском. Вы называете Awakening Our Love. То, что мне нравится, это, что искусство, это выражение. Выражение искусства, это общий язык, которое мы все понимаем, если мы говорим на английском, на русском, на корейском. Но искусство, это очень важно. И мне очень хотелось бы быть с вами там во Владивостоке и посмотреть. Мне очень интересно там смотреть. Может быть, попозже вы можете нам показать через видеокамеру все выставки, пожалуйста. Но большое спасибо. Для нас это наша миссия развивать отношения между нашими городами и нашими странами. Большое спасибо вам. Спасибо большое, господин Николаевна. Я думаю, пандемия закончится, все санитарные ограничения, и дети вашей школы приедут в Владивосток, мы будем ждать их. Мы будем стараться, Евгений, мы будем стараться. И мы бы хотели представителям и художникам вручить от Дарына, чтобы они помнили всегда, потому что это очень большое событие. Мне очень приятно за наш регион, за наш Приморский край, за наш художник. Поэтому для Дмитрия и для Анастасии. А, ну вот, пожалуйста, сейчас Наталья правильно вручит. Пожалуйста. Дмитрий Лучин, его представитель Анастасии. И вторая, Соргия Чижов. И также для приветственного слова мы хотим пригласить к нашему микрофону Наталью Даккалину. Подожди аплодисменты, конечно. Спасибо большое. Хотим сказать слова благодарности Евгению Александровичу Русецкому, конечно, арт-галерии Централь, что пригласили принять участие в такой замечательной выставке. Мы со стороны Нереда поделились своей частной коллекцией. Картина Рейбина, мы ими очень гордимся. Обложили частичку своей души в эту выставку. Надеемся, что и вам она очень понравится. Спасибо вам. Хотелось бы сказать много теплых слов об этой выставке. Очень интересные картины. И это очень большое событие в жизни прийти и в живой переходе. Я сам являюсь коллекционером. Через два месяца в этих стенах состоится выставка старинных русских самоваров. Я всех приглашаю. Официальную такую часть читаем закрытой. Пожалуйста, наслаждайтесь картинами. Поздравляю вас еще раз. Поздравляю всех и каждого за присутствие. За то, что вы решили разделить этот праздничный день для нас, для нашей галереи, для выставки. И предлагаем перейти в неформальную часть общения. Наслаждайтесь выставкой. Общайтесь и питайтесь той духовной атмосферой, которая сегодня наполнилась галереей Централь. Всем спасибо. Хорошего дня. Экспозиция «Пробуждение любви» ждет вас ежедневно с 10 утра до 7 вечера. Выставка продлится до 30 апреля по адресу. Город Владивосток, Светландская, 11, второй этаж. Вход свободный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»